Президент Ильхам Алиев и первая леди Мегрибана Алиева прибыли в поселок Гобустан Карадахского района столицы для участия в открытии построенного здесь новой объединенной городской больницы номер 17 Министерства здравоохранения. Глава исполнительной власти Карадахского района Сулейман Микаэлов и главврач Объединенной городской больницы номер 17 заслуженный врач Эльмира Рафаилова проинформировали о проделанной работе. На территории четырехэтажного здания Объединенной городской больницы на 60 коек возведены станции скорой неотложной медицинской помощи и другие здания, создана необходимая инфраструктура. Территория, на которой расположена больница, занимает 1,4 гектара. Общая площадь здания больницы около 8 тысяч квадратных метров. Это здание, как лечебное учреждение, начало функционировать с 1955 года. Принимая во внимание, что здание больницы находится в непригодном состоянии, распоряжением президента Эльхам Алиева 6 апреля 2011 года были выделены средства на реконструкции Объединенной городской больницы номер 17 в поселке Гобустан. В тот же год во время строительных работ старые здания больницы были полностью снесены, и на их месте было возведено новое здание лечебного учреждения, отвечающего современным стандартам. Здесь будут функционировать приемные отделения, отделения функциональной диагностики, педиатрии, акушерства и гинекологии, травматологии, операционное и родильное отделение, стационар, рентгенологический, терапевтический, эко, отоларингологический, офтальмологический, стоматологический кабинеты, аптека. В больнице созданы также отделения общей терапии, реанимации, палаты для взрослых и детей, лаборатории. В отделениях гемодиализа и физиотерапии установлено современное оборудование. Между всеми отделениями и кабинетами налажено прямое сообщение. Это играет большую роль с точки зрения обеспечения удобством и врачей, и пациентов. В здании больницы созданы уголки отдыха и ожидания. Имеется конференц-зал и столовая. Если в старом здании медицинский коллектив ежедневно обслуживал 80-90 пациентов, то в новом здании можно оказать медицинскую помощь 200-300 пациентам в день. После ввода новой больницы в эксплуатацию предусмотрено обеспечить работой 200-250 врачей среднего и младшего медперсонала, вспомогательного персонала. Усовершенствование системы здравоохранения. Модернизация и развитие этой сферы занимает одно из центральных мест, проводимое под руководством президента Ильхам Алиева государственной политики. Фонд Гейдара Алиева вносит ценный вклад в эту работу в области здравоохранения. По инициативе фонда осуществлено строительство различных медицинских учреждений, в том числе больниц, лечебно-диагностических и реабилитационных центров, поликлиник, ремонт и оснащение необходимым оборудованием ряда очагов здравоохранения. Шаги фонда, связанные с охраной здоровья детей, являются составной частью проводимой работы. Проекты «Самая высокая забота о детях с диабетом» во имя жизни бестолосемии и другие, осуществляемые фондом МЕР, служат в первую очередь в защите здоровья наших граждан, такой важной и благородной цели, как формирование здорового подрастающего поколения. Сегодня развитие здравоохранения в Азербайджане отчетливо сказывается на многих сферах жизни. Более всего это проявляется как на строительстве новых очагов здравоохранения, так и на восстановлении имеющихся больниц и медицинских центров, на оснащении их самым современным оборудованием. Все это свидетельствует о том, что глава государства уделяет пристальное внимание проектам, реализуемым с целью обеспечения азербайджанских граждан всесторонними медицинскими услугами. Эти инициативы говорят также о последовательности важной работы, связанной с предоставлением гражданам медицинских услуг высокого уровня именно в нашей стране. Затем президент Аль-Хам Али встретился с коллективом медицинского учреждения. Глава государства поздравил коллектив со знаменательным событием – открытием медицинского учреждения, оснащенного современным оборудованием. Выразил надежду, что здесь будет обеспечен высокий уровень медицинских услуг. Отметив, что одной из важнейших задач азербайджанского государства является обеспечение здоровья наших граждан, президент Аль-Хам Алиев сказал, что экономические и социальные вопросы в республике успешно решаются. В частности, продолжается ширкомасштабная работа строительства медицинских учреждений по всей стране. Главврач Объединенной городской больницы номер 17, заслуженный врач Эльмира Рафаилова, выразила благодарность главе государства за созданные условия. Главврач Объединенной городской больницы номер 17, заслуженный врач Эльмира Рафаилова, выразила благодарность главным оборудованием. Житель городского района столицы выразил президенту Эльфаму Алиеву и первой леди Мегрибана Алиевой признательность за внимание и заботу о развитии района.